Всем привет, Костелла здесь. И пока еще новогодние праздники не наступили, и пока в принципе еще не наступил 2023 год, какие-то игры проходить до успеваю. Вот. К сожалению, не получается у меня с третьей игрой, о которой я говорил в Spec Ops The Lion. Если что, давайте сразу скажу вам, что это за игра. Это Bioshock Infinite. Потому что я в Singularity когда говорил, что хочу пройти три игры, которые меня очень сильно впечатлили, третья как раз игра была она. Вот. Переустанавливать слишком долго, поэтому давайте сыграем в те игры, которые я точно успею пройти до конца года. Вот. Тем более недавно вот этой части Battlefield 3 исполнилось 10 лет в предыдущем году. К сожалению, с опозданием все это дело делаю, но тем не менее. Эта игра не менее прозвела на меня впечатление. Сами знаете по каким причинам описывать на самом деле долго. Вот. Поэтому я решил к этой игре, собственно говоря, вернуться. Спустя 10 лет, уже 11 на этот раз. Когда я видел первый геймплей этой игры, она мне очень сильно впечатлила. На тот момент я какие-то части Battlefield'а проходил, например, Bad Company 2. И сыграл. Не с первого раза, конечно, запустил с нескольких дисков. Но тем не менее я ее запустил. И игра сначала мне не понравилась, но потом я ее через какое-то время перепрошел. Она мне очень даже понравилась. Особенно на фоне, ну не знаю, пятой, Hardline, там кому как. Вот. Поэтому я решил вновь вернуться. Поэтому буду периодически, ребят, так вот возвращаться к старым играм. Тем более просмотры это приносит на других каналах. Типа MacIce and Fire, Hollow, например, там перепроходили эту игру. И свои заслуженные просмотры получили. Почему, собственно говоря, чем я хуже. Вот. Тем более эта игра, она в нынешнее время очень сильно актуальна. Вы поймете почему. Поехали. На среднем уровне сложности. Я, кстати, не помню, включил я субтитры или нет. Надо будет их включить на всякий случай. Если что, ребят, по поводу вот загрузок в игре. Я не знаю, почему они сжимаются вот так сильно. Что по бокам видны черные экраны. Я не знаю, ребят, почему это так работает. Потому что меню у меня вроде полный экран сделан. А загрузки, они работают вот именно вот так. Почему это так происходит? Я в душе, не в душе. Возможно, кстати, на канале я пройду все части по... Этой серии. То есть и Bad Company 2, и четвертую, и первую, и пятую. Как бы ее сильно не любили. Тем не менее. Потому что лично я из тех частей Battlefield проходил только Bad Company 2. Третью и четвертую. Все. Плюс зуб проверим. В этой сцене мы еще вернемся. В финале этой игры. Это уже вторая игра, сюжет которой я знаю, как в Spock of the Line. Но да ладно. Перепройти это никогда не поздно. Так, все, я его вроде убил. Или не убил? Да убил я его, господи. Так. Ага. А. Серьезно? Плюс заодно... А, включаю субтитры. Плюс заодно точу навыки свои в шутерах от первого лица. Мы пришли как поздно, а уйдем как герои. Отлично. Вот она пушка получше. На мой взгляд. Соломон. Я понял. Да успевай, не переживай. Отлично. Ну, квиктайм-эвенты на самом деле довольно легко пройти. Так, слушай. А есть ли тут кнопка, чтобы можно было... Или нет? Подожди. Управление. А-а-а. Подожди. Я хочу приседать, но нажав, а не это. Или так нельзя здесь? Вот, привязка кнопок. Нельзя, да? Надо удерживать прям. Ну, окей, ладно, я понял. Хорошо, то есть... С прицелом можно нажать. А вот с этим нельзя. Ну ладно. Ну и хрен с ним. Зачем? У меня есть нормальный коллаж. Я после спокопа машинально удерживаю правую кнопку, е-богу. Ну, как... Ты чё? Ты один? Пока да. Пока один. Но, вернёмся на самое начало. Вернёмся к тому, с чего, собственно говоря, всё это и началось. А началось всё далеко не с поезда. С допроса. А-ля... Этот... Как его зовут? Black Ops Call of Duty. Где на протяжении всей истории главный герой будет рассказывать, что случилось до ареста. До того, как его взяли. Только если в Black Ops'е всё воздействие на главного героя было психологическим, здесь же это обычный допрос с лоджебеками. Несмотря на то, что у меня довольно топовая система на ноутбуке, тем не менее, игра почему-то очень долго... ...загружается. Но работает хорошо. Так, вот. Ага. Вы что? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блайкер. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад. Мне позвонили из НАЦБезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым не надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке. А морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. В Нью-Йорке. В смысле, выглядите как полный... Если быть чьи в Тайм-сквер. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорке? А вы? Потому что он так сказал. Считал я дело. Он же себя прикрывает. Не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте. Мне все равно. Но вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что находится. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать. И может даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас ползает. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковку. Ясно? Он может вам рассказать все с самого начала. Они узнали о Соломонии и СССР. 9 месяцев назад. Операция Свордбрейн. Иранский Курдистан. Так. Продолжайте. Вот. Отсюда, собственно говоря, и начинается наша история. История, которая была еще показана в геймплее перед выходом игры. Похер на музыку. Мы ее вырежем, если что. Ютуб это позволяет. Бродяга-1-3, это бродяга. Главное, внимание, выгодные смыслы через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтас. Я просто говорю, братан, что если делаю ВССО, то нам надо в Ирак. Не в Ирак. Они переходят к границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Интересно, кстати, что есть подобный персонаж еще в Bad Company 2, который также озвучен. Бродяга-1-3, это бродяга-1-3, это бродяга-1-3. С таким же голосом, да, не имею. Он был очкариком, если что. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтас. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Поехали. Пошли. Поехали, поехали. Подвожу на ветеринку, мы опаздываем. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. И ведь вроде бы это игра 2011 года, но графика в ней не устарела ни разу, на мой взгляд. Она даже красивее стала, что ли. Мой субъективный взгляд, не это самое. Не думайте. Сейчас мы эту миссию, ребят, пройдем и посмотрим, как у меня со звуком в плане. Может быть, добавлю чуть-чуть громкости в игре. Я, если что, ребят, не меняю настройки. Я уже с последних игр больше настройки громкости не меняю. Изменил, так сказать, политику в плане прохождений. Добро пожаловать, господа. Не везде так. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана. Опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9.30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Вопрос. Господа, мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас водку, погодили, мы в этом районе есть. И положим самое лучшее. Начали! Ну вперед. Че стал-то? Прицел, правда, был другой у этой пушки в геймплее, но тем не менее. Если что, ребят, я играю на ультре. Понятное дело, игра старая, и моя система это позволяет, но... Порой иногда бывает то, что как будто игра в плане графики, наоборот, беднее, чем казалось бы, на первый взгляд. Ну ладно. Давайте я пойду вперед. Нельзя. Да ладно, нельзя мне вперед идти. Нет, серьезно. Ладно, невидимость и на рил. Э. Э. Во. Здесь большой открытый перекресток. Стоп. 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 Назад. Пропустим. Да меня не заметили бы в любом случае. Двигаемся. Давай, Блэк, сейчас. Так, куда? Ага. Открывай. За четыре серии, может быть, кстати, пройдем эту игру. А, я открываю? А, нет, не я. Вот вам и гражданские. Не совсем понимаю, для чего вот здесь квит-тайм-эвенты нужны, если можно просто было анимацию проиграть и все. А, нет, нет, нет. Да ё-моё, да я знаю, что нельзя атаковать своих. Я противников вижу просто. Ох, хренеть. Выбейте засранца. Мне бы еще этих засранцев увидеть, вот они. Так, а гранату я могу кинуть, вот могу. Движение, движение. Пошли, пошли, за мной. В порядке. Отлично. Окей, я встал. РПГ на 12. Второй этаж. С машинам. Свои на подходе, свои на подходе. Всем огонь по зданию. Еще бы, еще бы узнать, где этот, где-то РПГ. Он там где-то шмаляет. Но я его нихера не вижу, спокойно. Так, это наши. Это вообще нормально, что мои не стреляют ни хера по ним. И вот первый раз я умер. Вот первый раз я умер. Ну ладно, бывает, что я могу сказать. Сейчас так будет все время. Блин, охерительно, конечно, в игре загрузки. Они, конечно, красивые, но они очень долгие. Второй этаж. Не подходи к машинам. Свои на подходе. Ой, я понял. Первый огонь по зданию. Слаг на мной. Отпереди отзывания на кокосе. А где они? Отходят с фланга. Движение. Вот там, там. Вот они. Стоит, ты справа. Вот сейчас кто по мне стрелял? Вот сейчас кто по мне стрелял, блин? Ясно, понятно. Короче, ну блю в самом начале игры. Нормально, короче. Во, ну хоть загрузки тебе побыстрее идут. Все, я стою и жду просто. Вот они. Да! Я ничего не понимаю, господи. Это первая миссия в игре. Реально, это средний уровень. Ну понятно, это средний уровень сложный. Что я могу сказать, ребята? Либо я муб в данном случае. Хотя, повторюсь, я эту игру проходил, но довольно давно. Поэтому могу что-то забыть. Браво! Просто браво! Замечательно. Меня первый раз убили из РПГ. Я даже не знаю, короче, где прятаться, ей-богу. Свои на подходе, свои на подходе. Всем огонь по зданию! Благ за мной! Боевики у здания на том конце стоянка. Отводят с фланга. Движение! Вот там, там! Так, я не знаю, куда прятаться. Может, мне надо, наоборот, ближе к зданию идти. Наверное, надо ближе к зданию идти, чтобы они меня вообще не видели. Потому что я не знаю, в каком месте нормально нужно спрятаться. Короче, ребят, я порой буду тупить в этой игре. Причем жестко очень тупить. Не подходи к машинам! Смех походим! Смех походим! Смех по зданию! Смех по мной! Готов! Вот и все! А что, у меня все, гранат нет? Зашибись, у меня еще и гранат нет. Вот здорово. Да вы прикалываетесь, что ли? Я ничего не понимаю. Я уже не знаю, сколько раз я умираю на этой стоянке. Я не могу нормально пройти стоянку. Вы что, охренели, что ли? Это что? Не, серьезно, что за херня? У меня опять скилл пропал. У меня скилл пропал. Реально, ребят, у меня пропал скилл. Так. Все. Вот и все. Все, гранат у меня больше нет. Так, спокойно. Где они? Найпер еще там. Прекратить огонь. Все, наконец-то. Нет, серьезно, ребят, я не знаю, что сейчас произошло в начале игры. Вот серьезно, вот в этой сцене. Я не знаю, что сейчас произошло. Почему у меня внезапно главный герой умирать несколько раз. Я не знаю, почему так произошло. Так, поднимаемся. Следить за секторами. Надеюсь, Чафф будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукился. Новый толчок? Возможно. Продолжаем. 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 Альбашев собрал здесь звездный состав террористов из РАНа. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Чисто, чисто! Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Точно в отеле! Перебяжками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Двигаемся. Иду. Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Лэг, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться. Вперед! Так, чтобы понимать, как в рее ложиться. Так, его видно? Есть! Ну? Монтес, вперед! Лэг, давай! Назад. И что? Снайпер там. О! 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 Братишка! Я тебя прикрою! Слишком рано высунулся. Ладно, окей. Надо было по команде высовываться. Не, он говорит, давай, братишка! Я думал же все, начать пулять из этого РПГ. Ладно, окей, понял. Надо было просто дождаться команды. Ну, не самая сейсмо активная. Есть и более сейсмо активный, чем Иран. Он может нести только два вида оружия. Окей. Все, давайте. Просто ждем команду. Видел, блеснуло. Размашь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. Три, два, один. На подавление. Вот. Вот и все. Это было красиво. Мы крутые! Даже слишком. Давайте найдем этот патруль. 1-3. Санитарная команда. Мы тут вашего парня подлазали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда. Конечно. Какое направление? Прием. Чемерк. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вот понял, выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. О, снайперка. Вижу противника. Движение на улице. Вижу. Так, тихо. Боевики на крыше. Четко перед нами. На какой крыше? Ага, вижу. Ух. Отлично. Идем. А вы мне еще не помогаете, стоите. Отслеживать улицу и крыши. Откуда? Откуда? Ух. 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 Один-три. Похоже, все чисто. Мы выходим. Отбили, все чисто. Ну и где они? Слушайте, вы и без меня хорошо справляетесь, слушайте А мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста Да, назад мы уже не пройдем, надо найти другой путь Ну так идем Что, перепрыгивать будем? Это нереально, это можно использовать как мост, давай Ага, я понял Нормально все, давай, тащи Все, теперь идем Пошли, пошли Я уже вперед вас иду Вас не жду Пока никого нет Капец, как они очень медленно идут Ладно Пока смотрю Давайте все нормально Небольшая задержка Продвигаемся к расположению цели Прием Мы идем Надеюсь, они в порядке А нам туда надо Или куда? А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело, брат Да Америка основана террористами для террористов Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители Как ты вообще в Маркбеки попал? Да я и сам удивляюсь Неужто актуалочка Подъехала Для нынешних времен Все, контакт Угу О, мама Спасибо Открывайте Что, встали? Это патруль Это двое из него Всем быть на чеку Открывай Малорик Так Я убил? А, это он гражданский Че? Че ешкин ход? Дерьмо У нас тут раненые Напали Какой? Ага, я вон что нашел Это очень плохо А вот тут вторичная Вторичная, так точно Блять, ребятки Мы привлекаем слишком много внимания Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать Пока не пойму, куда он идет Лагберн, ты пойдешь Иди по проводу Окей Как бы я мог и сам найти Ну ладно Сейчас дойду до провода Не волнуйся О, крыса Капец, как трясет Стоять землетрясение Спокойно Все, нашел Я нашел Вы все прекрасно видели Ну здесь в конце У нас есть и крик-тайм и вент Они вообще не нелепые Самые нелепые Вообще ужас Опа Все, спокойно Так, на моих уже напали Иду, иду Не переживай Иду Иду, иду Бегу, бегу, бегу Так Окей Бери Так, поехали Вот же сука Меня зацепили Я нихера не вижу Да я манал эту шнягу А как я буду стрелять С моста Блин, с этого пулемета Если эти укрытия Они выносятся Выкашиваются Очень быстро Кстати, ведь Можно же Этот пулемет Носочки поставить Только я не знаю На какую кнопку-то Нажимается Сейчас узнаем Если оно вообще ставится Можете ставиться А может Надо было просто Пулемет взять Идти вниз Не церемониться Сверху Стрелять Да, наверное Надо было так и сделать Наверное Надо было так и сделать Все, иду, иду, иду Ну а он сам Носочки ставит Смотри Может надо было Взять пулемет И типа дальше Куда-то идти Надо короче Сейчас посмотреть Может надо было Пулемет взять И дальше Куда-то идти Потому что Я не знаю Что происходит Я не могу Нормально Эту миссию Пройти Из-за Из-за Солдат с РПГ Зачистить район Пешего перехода Ну А я что сделал Я же ведь То же самое делал Удерживать район Блин Блин Я так делал Потому что надо Наоборот Назад отойти Чуть-чуть Вот так Вот как его Не выкашивают Хотя он находится Роман На том же самом месте Что и я Нахер короче Я иду вниз Все Идите в жопу Это жесть Я не могу Так нормально Стрелять Во Отлично Где вы Блин Были раньше Стать за пулемет Сейчас иду Не положит Не положит Пошли Матвашу Пошли Что ж Вы сами Все видели Ребят Дальше Будет еще Хлеще Если я буду Так постоянно Умирать Ясно Значит после землетрясения Вы отключили Да Не обязательно Обращаться к нам Потому что Вы все равно Будете меня пытать Это давно Уже не наш Мы вас просто Поставим Класс Как долго Вы были без сознания Когда я очнулся Солнце зашло По рации Передали Сколько часов Прошло 6 8 Это ваше Это поиск Вы прокантер Отвечайте на вопрос Пожалуйста Я не знаю Меня трясло Тогда жутко Когда были снаружи Было темно Снаружи? Вас засыпало? Я кое-что видел Вы же сказали Что было темно И вас трясло Слушайте Вы что Издеваетесь что ли? Так мы же слушаем Сержант Блокдер А вы говорите Пока Ну как скажете Было темно Вас трясло После толчка Вы что-то видели Что это было? Это вот сейчас Мы и узнаем Заодно посмотрим Как у меня Со звуком В этой игре Хорошо Или плохо Или не важно С другой стороны У меня есть идея Пауше Соломон Я дам тебе выбор Выбор? Какой выбор? Ну перестань В чем дело? Жизнь Или смерть? Жизнь или смерть Мистер Пинчи Все подразделения А почему бы собственно и нет Так Сейчас посмотрим Давайте Так Ну в игре Со звуком Вроде все отлично Поэтому Можем продолжать смело Я не знаю Ребят Как в игре По другому Можно пригибаться Поэтому придется Пригибаться Таким образом К сожалению Здесь нельзя Нажать На Приседание Увы Как и наоборот В итоге И я не знаю И я не знаю Можно ли от нее Умереть Поэтому Испытывать Эту судьбу Не буду И Окей Окей Другого варианта Я тут не вижу Еще По другому Подобрать Вот Вот все Так С глушаком С глушаком Главное Или не с глушаком Не знаю Не важно Ну короче Первый раз У меня почему-то Оружие Не появилось Я не знаю Почему Так Случилось Ох Ну-ка Я сажу Где-то Окошко Спокойно Тихо Неплохо Все Идем Мне послышалось Где-то Кошка Орет Нет Не взрываются Ланки Вот это Ребенок плачет Вот это я слышу Отлично Отлично Сама закрылась Ну ладно Так Куда теперь Сюда Нет Ну куда Сюда тоже нет А куда А че Я не прячусь Я не прячусь А Мне показалось Мне показалось Ну ладно О О Фамас Но мне пока Не нужен Я без Фамаса Хорошо Справляюсь Опа Добрый вечер Я диспетчер Нахрен Где они Так Меня огонь хоть не убивает Нет Так Все Да Все Офигенно Офигенно Так Давай Отлично Тихо Спокойно Так Все Все Чисто Так Здесь Нет Ничего Так А в Ге По-моему Развед Данных Кстати Нет Чтобы Можно Было Искать И че Не понял А Е Да Привет Это Я Господи Тебя Тоже Да Само Собой Пойдем Пойдем Пока Все Остальные Тоже Живы Они Умрут Только В самый Определенный Момент Игры Бродяга Это Бродяга 1-3 Мне кажется Мы В исходной Точке Город Не узнать Без Этих Чертовых Зданий Заходи Никого Нет Че Кто Откроет Я Че А че Ждем Кого А че Кого Кого Ждем О Да Какого Ты Ты Стоял Сейчас Ну Ладно Хоть Не Забаговал Он О Том Спасибо Давай Идем Все Те Передавали Что Во Всем Городе Навстанцев Раз И Бараня Переворот Спонсор Переворота Наш Добрый Друг ССО Вижу Сейчас Поможем Да Ё Моё Я Не По Своим Стреляю Я Стреляю По Низ Ой Мама Нихрена Си Я Вышел Еще А че Делать Ага Понял Просто Там Не Видно Потому Что Так Вот Сейчас Я Нихера Не Вижу Вижу Нихрена 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 Да Нихрена Вот Вот И Вон Пришел Это Наши Очень Был И Был сердит, конечно. А, ТИРПГ. Так, ребят, во-первых, очень вовремя решил сосед начать ремонт в квартире сверху. Во-вторых, у меня игра вылетела. Я не знаю, почему, но я вернулся к тому моменту, где эта игра, собственно говоря, и вылетела. Вот всё. Сейчас себе посмотрим, кто у кого громче будет. Мой сосед или игра. Ну, не мой, в смысле, но тем не менее. Короче, ребят, вы сами понимаете, последующий уровень, поэтому... Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук, Аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на Аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, её должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чём вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю её. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на Аль-Башира. Короче, ребят, я думаю, вы понимаете весь уровень последующий. Вот. Поэтому пока давайте на этом закончим. Сегодня рано закончим серию, потому что, ну, полевые условия, все дела. Понимайте сами, что продолжать уже нельзя. На этом и всё.